Зрабить каникулы цикавыми и безопасными. Такая задача стоит перед организаторами школьных оздоровленочных лагеров. Как эту задачу выращают в Брыльевской средней школе, ведают наши корреспонденты. Брыльевская средняя школа – это амаль 300 наученцев. Правда, сейчас тут у всего 28 детей, которые подчас каникулы наведывают девочек при установке оздоровленочных лагер. Программу распроцовывали с уликом того, что это школьники первого-пятого класса, которые, с одного боку, не урымсливые, а с другого – очень интересные. С этой нагоды в Центре творчества Гомельского района взяли несколько костюмов казочных героев и организовали так называемые тематические прогулки с элементами спортивных спооборництвов. Мы хотели бы создать для этих учеников самые оптимальные, самые благоприятные условия. Каждый день организуются спортивные игры на воздухе. Также проходят различные тематические беседы по здоровому образу жизни, по гигиене, о том, как нужно вести себя в той или иной ситуации. Потому что очень важный аспект нашей жизни – это, безусловно, безопасность детей. И на это у нас все направлено. Значная увага тематичным заняткам. На этот раз их присвятили здоровому ладу життя. Харчевание и здоровье – это веселая опознавальная гульня. На протягу прикладной годины школьники разом с наставниками выводят формулу здоровья. Чему необходимо уживать моркву, на кольки корыстные цибули и чеснок, где утримливается витамин С. Теперь они добро ведают, что уживать у ежу, а от чего лучше отмовиться. Лимон, апельсин, яблоки, груши, тыквы, морковка, капуста, помидоры, огурцы, лук, чеснок. Особливая увага в работе школьного лагеря профилактицы простудных и вирусных захворываний. Причим, это не только уборка по мешканию. Необходно научить детей самим заховывать меры безопасности. После закончения занятки они попробуют еще раз узгадать отриманную информацию. В целом можно сделать вывод, намагания наставников даримными не оказались. Следить за своим здоровьем, мыть руки, умываться, чтобы не заболеть, пить кипяченую воду, чистить зубы. Ну, вроде все.